Стоит женщина на вокзале с кучей чемоданов, в ожидании такси, никак не может найти никого. Тут подъезжает какая-то непонятная машина, женщина ее осматривает, не шашечек, цвет непонятный. Говорит, а что это за странная машина, молодой человек? Девушка, вон ехать, не шашечки. История Марины Лопаник совсем не похожа на анекдот. Услугами такси девушка пользуется нечасто, но иногда прибегнуть к такой мере приходится. Виной выступает погода. В ненастье мама отвозит свою дочь в детский сад и каждый раз не знает, чем закончится очередное путешествие. Водитель такси очень часто отказывает нас везти без автокресла. Либо они говорят, чтобы мы вызывали специальный детский тариф. Также еще происходит ситуация, когда мы едем уже, а мне говорят, что если нас остановит ГАИ, то вы будете платить сами штраф. Есть водители, которые просто везут спокойно нас куда нам надо. Похожих жалоб в транспортной инспекции скопилось немало. Соответствует ли такой отказ законодательству вопрос, который будоражит едва ли не каждого, у кого есть дети. Водители, а зачастую сами перевозчики, не владеют информацией и на всякий случай предпочитают не рисковать. Об этом свидетельствуют аудиозаписи, которые прислали нам зрители. Диспетчер опирается на какой-то закон. Правда, какой никто не поясняет. Девушка, подскажите мне, мне вот нужно вызвать такси, но у меня ребенок, 5 лет. Мне нужно как-то с бустером, чтобы было или как же, что подскажете? А вам обязательно бустер? Мне нет. Вопрос в том, что мне иногда отказывают водители, когда у них нет бустера, а я с ребенком. Нет, это не страшно. Откуда вас забирать? У нас есть машины с детскими сидениями. И если они заняты и клиенту нужно быстрее, то мы соглашуем с водителем. Они за дополнительную оплату берут с ребенком без сидения. Но на свой страх и риск. И когда останавливают, они страхи большие платят. К сожалению, перевозка без пассажирского кресла заключена законом. В погоне за деньгами правила дорожного движения и нормы перевозок задвинуты в сторону. За дополнительную плату вам подадут авто с бустером. В этой ситуации деньги пойдут на ветер. Согласно 178 пункту, допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования специальных удерживающих устройств в такси. Но здесь есть оговорка. Это должна быть официальная служба. В случае с бомбилой или арендой авто, ГАИ приравняет машину к личному транспорту и выпишет штраф. Появилась необходимость разъяснить, в первую очередь для водителей автомобиля такси, что отказ пассажиру с ребенком в перевозке на автомобиле такси является необоснованным. В связи с чем предусмотрена ответственность по статье 18.26 Кодекса Республики Беларусь и влечет наложение штрафа от 2 до 5 базовых величин. Проблема некомпетентности стала остро ощущаться, когда в Беларуси отменили лицензию. Вот тогда-то в перевозке пошли все, кому не лень. Вчера получил права, сегодня уже водитель такси. На стаж, опыт и маломальское знание города уже давно закрывают глаза. Водить умеешь? Добро пожаловать. На деле обычно страдают пассажиры. В первую очередь автомобильные перевозчики, которые оказывают услуги в сфере пассажирских перевозок автомобилей на такси, они допускают водителей неподготовленных. То есть особенности обслуживания пассажиров на автомобиле такси они не знают. Выходов из ситуации несколько. Дабы каждый раз не доказывать свою правоту, иметь личное автокресло. Или пользоваться проверенной службой такси, где уж наверняка знают ПДД. Но в первом случае это доставляет неудобства, а во втором выйдет дороже. Поэтому приходится надеяться на здравый смысл любой из сторон. И не забывать о правилах безопасности, особенно если это касается детей. За три месяца текущего года 8 водителей автомобилей и такси были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки юных пассажиров. За прошедший год таких нарушений было выявлено 9. Теперь же от греха подальше Марина Лопаник предпочитает пешком прогуливаться до детского садика. Даже в плохую погоду. Ведь нервы дороже любого спора. Кристина Ариянс, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.